Песочная анимация В середине 60-х годов прошлого века с развитием технических средств и такого понятия, как мультипликация, рисование песком стало видом искусства, а утвердила его канадская-американская художница-аниматор Кэролин Лив. Марина Соснина осенний вечер 28-го посвятила временам года. В этом ей помогла санатор Сергей Рахманинова, цикл «Времена года» Астра Плицовы, а также артисты творческого объединения «Нива Арк». Времена года, весна – это рождение, детство, лето у меня было, это влюбленность, подростки, мечты, романтика. Весна, осень – это была семья, зрелость, и зиму я ассоциировала с доброй старостью. А вторая часть под Пицолу – это была чисто времена года, природа и эмоции. Процесс создания рисунка с помощью песка может показаться только на первый взгляд простым. Если вы вдруг захотите попробовать себя в этом творчестве, вам нужно будет обзавестись специальным оборудованием – световым столом. Но для начала подойдет стекло с нижней подсветкой и камера, которая будет запечатлевать ваши старания. После того, как техническая часть будет готова, осталось дело за малым – вдохновение и ассоциативное мышление. Как объяснила Марина Соснина, если вы хотите рассказать историю на песке, вам нужно понимать, какой образ во что превратится, а для этого нужна постоянная практика. Марина на протяжении пяти лет является руководителем студии «Песочная анимация», который в свое время начинался как центр развития творческих способностей для детей. Работа с детьми дошкольного возраста обычно предполагает игру с песком и другими пластичными материалами. Дети рисуют сказки на специальных дощечках или тарелочках. Но пришло время, когда места стало не хватать, и сказка постепенно перешла на светящиеся столики. Сегодня Марина воспитывает поколение учителей, проводит мастер-классы, а зрителю продолжает дарить свои чудо-сказки из песка. Олеся Артемова, Кристианская афиша, протестанты Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова